Приветствую вас, друзья! Компания Soniball вместе с Focusrite решили выпустить бесплатный плагин, основанный на эксклюзивных алгоритмах компании Soniball, которые мы уже с вами видели, например, в смарт-компрессоре. Как вы понимаете, это все касается алгоритмов искусственного интеллекта. И возможность получить такой плагин, заплатив совершенный ноль, это очень даже интересно. Давайте посмотрим, так ли он хорош, как рисует реклама, и подойдет ли он для использования в реальных проектах. Я загрузил балансировщик на несколько аудиоканалов, и сейчас мы с разбегу в карьер попробуем его в действии. Для начала послушаем аудиоматериал. Попробуем балансировщик для начала на бочке и малом барабане. Я буду настраивать их одновременно. Все-таки плагин с искусственным интеллектом, поэтому нужно как-то убыстрять рабочий процесс. Почему бы нет? На бочке выберем пресет «Кик». Для малого барабана выберем пресет «Снейр». Пока все логично. Learn, learn и поехали. Послушаем бочку и малый барабан без обработки. Теперь с обработкой. Сама по себе бочка уже звучит хорошо, поэтому обработка сильно ее не меняет. Тем не менее, некое улучшение звучания я слышу. Попробуем другой режим. Сейчас мы находимся в Neutral. Я переключусь на Bright. Таким образом, высокие частоты будут подчеркнуты, низкие частоты акцентироваться не будут, а середина будет подчеркнута в угоду усилению высокочастотной составляющей аудиоматериала. Увеличим интенсивность обработки. Сейчас бочка менее яркая. А сейчас намного более яркая. Режим Neutral. Режим Neutral просто подчеркивает частотную характеристику аудиофайлов как-то нейтрально. Как называется, так и работает. Попробуем Warm. В этом режиме плагин должен усиливать середину и прибирать низкие и высокие частоты. Да, для бочки такое звучание никуда не годится. Она становится гулкой и неправильной. Мне понравился Bright, но попробуем уменьшенную интенсивность. Совсем слегка. Окрасим высокие частоты. Хорошо, попробуем малый барабан. Bright. Такой прямо чмяк. Но тела не хватает. Warm. Очень темный звук. А Neutral работает неплохо. Послушаем в миксе еще раз. Летящим летом, путаный небом, сгорелищие пень от упавшей мечты. Мы не весом. И включаем балансер. Жизни разлома, и сильные снова руки твои. Довольно жирный плагин. Работает классно, работает в реальном времени, изменяет частотную характеристику так, чтобы аудиоматериалы звучали лучше, а не хуже в итоге. Разве не этого мы хотим от плагинов? Попробуем другие, более очевидные аудиоисточники. Сейчас перед нами гитары и пианино. Послушаем. Выберем пресет в режиме Neutral. Я могу слышать. Попробуем Bright. Без обработки звучит лучше. С обработкой неприятно усиливается низ и неприятные высокие частоты. Попробуем Worm. А вот это уже более интересно. Но интенсивность обработки сделаем небольшую. После обработки пианино звучит более округло. Да, так слегка пикает. А так звучит более объемно. Неплохо. Послушаем гитары. У нас есть пресет A Guitar, то есть акустические гитары. Learn. Вылезли неприятные резонансы. А вот Bright работает неплохо. Тоже что-то слегка гудит в нижней середине. Но когда я уменьшаю интенсивность, проблема исчезает. Ворм слишком темный. А Bright работает неплохо. Послушаем, как это звучит в миксе. И пианино, и гитара хорошо прослушиваются в миксе. Выключил, и хочу сразу же включить обратно. Очень недурно. Единственное, я не нахожу регулятора выходного уровня. Было бы неплохо, чтобы он был на плагине. Потому что после обработки мне показалось, что инструменты стали звучать громче. А это не очень хорошо, когда баланс микса уже выстроен. Поэтому, да, вот это, конечно, не очень хорошо. Но, тем не менее, бесплатный плагин очень быстро позволяет обработать все так, как нужно. И, я думаю, можно смириться с отсутствием регулятора выходного уровня. Но, ребята, я, наверное, напишу производителю в поддержку. Возможно, они добавят этот регулятор. И вам также советую, потому что чем больше пользовательских запросов, тем вероятнее, что какая-то функция будет добавлена в плагин или, соответственно, убрана из плагина. В наших руках есть определенная сила в этом плане. Что ж, продолжим. Я хочу попробовать еще, как балансер работает на вокале. Выбираем пресет Vocals F, то есть Vocals Female. и изучаем. Появился неприятный кундосый призвук. Послушайте еще раз. Летящим летом укутаны теплом сгоревшие двери от упавшей мечты. Еще раз. Летящим летом укутаны неприятный носовой призвук мне не нравится. До обработки открытое красивое звучание. Режим Neutral точно нам не подходит. Попробуем Bright. Летящим летом укутаны пеплом сгореть. Теперь слишком такой вот зажатый голос. Летящим летом укутаны пеплом тоже мне не нравится. Послушаем Worm. Летящим летом укутаны пеплом Здесь мне нравится грудная клетка, но обработка слишком интенсивная. Летящим летом укутаны пеплом сгоревшие перья Вот. А вот это уже интересно. Мы невесомы над жизни Режим Worm очень симпатично подчеркивает средние частоты голоса. Для тех ребят, у которых глаза уже уставшие, таких как я, можно увеличить размер графического интерфейса, чтобы и настройки делать поточнее, и чтобы все было видно лучше. Летящим летом укутаны пеплом сгоревшие перья упавшей мечты Послушаем в миксе. Летящим летом укутаны пеплом сгоревшие тень от упавшей мечты Мы невесомы над жизнью разломом и сильные снова руки твои Что ж, как вы видите, Balancer действительно получился очень удачным плагином, который позволяет всего за несколько секунд улучшить звучание даже очень хорошо звучащих источников. А наличие трех различных режимов работы, я говорю о Warm, Neutral и Bright, позволяет выбрать подходящий сценарий обработки в любых условиях. Большое спасибо за внимание, не забудьте поддержать нас на Patreon или любым другим удобным для вас способом, все ссылки в описании. Ставьте лайки, колокольчики, птичек, пчелок и другую живность, подписывайтесь на обновления YershoffMix в соцсетях и следите за выходом новых видео на нашем канале YouTube. Увидимся в следующих роликах. Плывите к звуку! Спасибо за просмотр!